Тем временем суровые погодные условия не позволили специалистам Роскосмоса отследить в реальном времени координаты падения головного обтекателя ракеты. Вычислить их должны были при помощи мобильного радара. Однако его платформа просто замерзла в 40-градусный мороз. По наводке радара вылететь и подтвердить координаты должен был беспилотник, но и он не смог взлететь также из-за мороза. Искать части ракеты пришлось при помощи осмотра территории с вертолета. К следующему пуску ракеты-носителя специалисты учтут все нюансы и недостатки в работе техники, в частности, влияние на нее низких температур. Планируется отбор проб в районе, непосредственно падение на мониторинговых площадках и непосредственно под фрагментами, если они будут обнаружены. Также уже произведен отбор до пуска и будем контролировать. Завтра утром в 10 часов вылетает группа именно по поиску этих частей ракет и проведение мониторинговых работ охраны окружающей среды. Из 8 точек будем брать эти 2 дня пробы окружающей среды и будем эти пробы направлять в город Якутск на лабораторию Министерства охраны природы. Отделяющие части, которые будем находить, вложить именно на утилизацию. Продолжение следует...